Здравствуйте! В эфире программа дебаты открытого общества и с вами я, ее ведущая Алтыная Джумашева, региональный координатор Международной образовательной ассоциации дебаты в Центральной Азии. Дебаты открытого общества В новом сезоне новый формат. Прошлые передачи дебатов открытого общества проходили по британскому парламентскому формату. В этом же сезоне все пройдет в лучших традициях американского парламентского формата, главным отличием которого является количество спикеров в команде правительства и в команде оппозиции. Также теперь у свободных парламентариев, то есть зрителей нашей студии, появляется замечательная возможность задать вопросы нашим спикерам после конструктивных речей. Еще одна возможность нового сезона. Теперь свободный парламентарий, зритель, сидящий в студии, который задаст лучший вопрос нашим свободным спикерам, в следующую передачу будет приглашен судьей. Однако по-прежнему именно вы, уважаемые телезрители, определяет, какая же из команд станет победителем нашей телепередачи. А проголосовать за ту команду, которую вы считаете победителем, можно, отправив короткое сообщение с номером команды на номер 3535. Уважаемые телезрители, разрешите мне представить спикеров сегодняшнего нашего дебатного раунда. Команду правительства сегодня представляют студенты Американского университета в Центральной Азии, Тагай Алимбаев и Марлен Алишев. В команде оппозиции сегодня играют студенты Кыргызско-Российско-Славянского университета Артем Уточкин и Диана Кунышбаева. А я напоминаю вам, уважаемые телезрители, что именно вы решаете, какая команда Американского университета Центральной Азии или Кыргызско-Российско-Славянского университета победит сегодня. А сделать вы можете это, отправив короткое сообщение с номером команды на номер 3535. Если вы считаете, что победила команда правительства Американского университета Центральной Азии, отправьте короткое сообщение с номером 01 на номер 3535. Если вы считаете, что победила команда оппозиции Тургызско-Российского государственного университета, то отправьте торговое сообщение с номером 02 на номер 3535. Уважаемые телезрители, с огромным удовольствием хочу представить вам судей нашего сегодняшнего дебатного раунда. Постоянный судья нашей телепередачи, координатор дебатных проектов Международной образовательной ассоциации дебатов в Центральной Азии по Кыргызстану Талант Смаилов. Профессиональный оратор, многократный чемпион по дебатам Медербек Ирсалиев. Преподаватель кафедры западных языков Кыргызско-Турецкого университета МАНАСС Чиманова Джилдыс. А следить за тем, чтобы все спикеры соблюдали временной регламент, будет таймкипер нашей передачи Эркенбекова Кассиет. Все страны бывшего Советского Союза гордятся тем, что нас объединяет русский язык. Однако современные тенденции диктуют, что лучшие университеты, лучшие компании переходят на английский язык. Таким образом, тема нашего сегодняшнего дебатного раунда. Эта палата отдаст приоритет изучению английского языка вместо русского. А для произнесения своей первой конструктивной речи приглашается премьер-министр. Ваше время 4 минуты. Вопросы на первой и последней минуте запрещены между приветствующими. Приветствую вас, уважаемые дамы и господа. Я представляю команду правительства, и сегодня мы считаем, что английский язык должен иметь приоритет вместо русского. Во-первых, давайте начнем с того, что мы понимаем под словами «иметь приоритет». В данном случае команда правительства считает, что государство должно уделять больше времени изучению английского языка, нежели русского. То есть в школах, в образовательных учреждениях нашей республики английский язык должен преподаваться больше, чем русский язык. Что здесь на данный момент происходит в мире с различными языками? На данный момент в мире около 396 миллионов человек разговаривают на английском языке. В то же время на русском языке разговаривают около 165 миллионов человек. То есть англоговорящих людей, по сути дела, 2,5 больше, чем русскоговорящих. Это во-первых. Во-вторых, 54 страны-государства в мире признают английский язык как свой государственный язык. Во-первых, мы считаем, что это улучшит качество знаний наших студентов и школьников. Почему? Потому что на данный момент в Соединенных Штатах Америки, к примеру, каждый год выпускается 45 тысяч научных статей. В то время как в России выпускается около 15 тысяч научных статей. И то есть у тех людей, кто будет изучать английский язык, доступ к этим научным статьям он будет. Скажем так, у людей будет больше информации, они могут больше узнавать о том, что происходит в мире. Узнавать больше, скажем так, каких-то научных моментов. И что, в свою очередь, даст стимул тому, чтобы студенты больше изучали и лучше изучали свои какие-то свои сферы. Во-вторых, в современном мире наиболее развитыми, наиболее, скажем так, авторитетными университетами в мире являются как раз-таки англоязычные университеты. В топ-100 на данный момент входят именно университеты, которые преподают на английском языке. В то время как там нет ни одного университета, который преподавал бы на русском языке. То есть, опять же, те студенты и школьники, которые бы знали бы английский язык, у них была бы возможность учиться как раз-таки в самых лучших университетах мира. И этим повышать свои знания, улучшать свои знания, качество своих знаний. И мы считаем, что это хорошо. Во-вторых, сегодня мы также ратуем за то, что английский язык, он является, скажем так, некой тенденцией в мире, да, современной тенденцией, на котором, это язык, на котором практически говорит весь мир. И поэтому христан тоже должен адаптироваться под современные тенденции мира. Мы считаем, что христан должен разбить некий барьер, языковой барьер, который не дает нам коммуникацировать с другими, скажем так, людьми в мире, да. И особенно это очень важно в сфере бизнеса. Мы считаем, что те люди, вот школьники, студенты, которые станут, скажем так, новыми работниками, работодателями, у них будет новая возможность выходить на зарубежные рынки, а не думать только локально о Христане, Хазахстане или России, да. И в целом говоря, опять же, мы ратуем за то, что английский язык должен преподаваться больше, чем русский язык, и это принесет нам больше пользы, чем это происходит на данный момент. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые телезрители, отличная новость. Международная образовательная ассоциация дебатов на своем сайте ru.adb.org запустила специальную страницу нашей с вами телепередачи. Теперь все русскоязычное пространство дебатов сможет вместе с вами наблюдать за нашей телевизионной программой на сайте ru.adb.org. Изменились ли условия голосования? Теперь после выхода каждой передачи в эфир вы можете целых 4 дня голосовать на сайте ru.adb.org за команду, по которой, по вашему мнению, выиграла в дебатном раунде. ru.adb.org – ваш портал в мир дебатов. А для произведения своей конструктивной речи приглашается лидер оппозиции. Ваше время 5 минут. Вопросы на первой и последней минуте запрещены. Между приветствуются. Добрый день. По логике Палаты правительства у нас приоритет должен отдаваться не только английскому языку, но также китайскому, потому что полтора миллиарда человек разговаривает на китайском языке. Также арабскому, потому что более 20 стран разговаривают на арабском. Или испанскому, потому что вся Латинская Америка разговаривает на испанском языке. В данном случае мы не выступаем против английского языка. Мы хотим сразу это заявить. Мы выступаем против того, чтобы английский язык заменил русский. Соответственно, в ущерб русскому языку преподавался английский. Это наша позиция, это то, о чем мы будем говорить сегодня. На данный момент мы имеем достаточно сбалансированную систему образования, где преподается как английский, так и французский или немецкий язык, в зависимости от выбора студента или школьника, где сбалансированное количество занятий как русского языка, как более тяжелого языка, так и английского языка, как более легкого языка. И в данном случае, когда палата правительства нам заявляет о том, что у нас недостаточно часов, ну как по логике палаты правительства, у нас недостаточно часов английского языка, и мы должны заменить русский язык, условно говоря, с 4 урока, мы должны заменить это английским языком. В данном случае мы считаем это неэффективным. Почему? Почему? Потому что у нас есть все базовые предпосылки для того, чтобы человек выучил язык на базовом уровне и дальше уже продвигался. Если он хочет изучать английский язык, поехать в Америку или в страны Запада, то он может выучить английский язык дальше. Мы даем ему базу. В данном случае у нас нет возможности предоставить человеку полное обучение. Почему? Потому что это будет в ущерб русскому языку. Так сложилось с историческими предпосылками, что мы живем на территории бывшего Советского Союза и официальным языком, связывающим нас со всеми нашими ближайшими соседями, является русский язык. И поэтому, если мы уменьшаем количество времени, количество часов, которые ученик изучает русский язык, соответственно, его знания, базовые знания орфографии, базовые знания пунктуации, они падают, потому что у него недостаточное количество времени. И потом человек, который не факт, что уедет в Америку, не факт, что уедет в англоязычную страну и будет работать здесь, это будет работник тот, который в недостаточном уровне знает русский язык. Вся документация, большая часть документации нашей страны проходит на русском языке. Также основные у нас, основные взаимоотношения со странами идут русскоговорящими, соответственно, или имеющие русский язык как официальный язык. И в данном случае, когда мы говорим о том, что связь с Казахстаном или связь с Россией, для нас она более выгодна. Почему? Потому что это наши ближайшие соседи, потому что это наши рыночные отношения. В данном случае рынок требует того, чтобы человек знал русский язык. И когда человек едет в Россию, условно говоря, на подработке, и у него не хватает знания русского языка, что мы видим сейчас, он не может занять более высокий пост. Он не может пойти в какую-то структуру работать. Почему? Потому что у него банально не хватает знания русского языка. И то, что предлагает палата правительства, это погоня за двумя зайцами. Они в сути, по сути, пройдет долгий период времени, когда люди начнут говорить на английском языке на должном уровне, чтобы они могли поступать в топ-100 университетов, как говорит господин Алишев. Но в топ-100 университетов, но при этом уровень русского языка будет падать. И вот этот временной баланс мы ухудшим то, что у нас есть, улучшая пока то, что нам по сути и в принципе не нужно. Потому что у нас рынок английского языка, он есть. Человек учит английский язык. Палата правительства на данный момент это представляет Американский университет Центральной Азии. Они каким-то образом туда поступили, не являясь учениками элитных школ, которые специализируются на английском языке. Каким-то образом два человека смогли поступить, сдать английский язык экзамен и поступить в Американский университет Центральной Азии и дальше пойти работать. Поэтому в принципе сейчас главное не то, что нужно ли учить английский язык или не нужно. Не нужно его учить вместо русского. Не нужно убирать вот это время изучения языка. Если нам говорит Палата правительства о инвестиционном, скажем, благе для нашего Кыргызстана, на самом деле инвесторам не интересно, говорит ли, я не знаю, население на английском или не говорит. Они могут поставить туда своих людей. Им интересно именно экономический сектор. Им интересно вообще, насколько будет прибыльным вливать деньги в какую-то страну. Они то говорят на английском или не говорят. Поэтому мы выступаем против Палаты правительства и мы выступаем против изучения английского языка вместо русского. Потому что это ухудшит то, что у нас есть, но и не факт, что улучшится знание английского языка. Спасибо большое. А для произнесения своей конструктивной речи, приглашайте член правительства. Ваше время 4 минуты. Вы просто на первой и последней минуте запрещены. Между приветствующими. Приветствую, уважаемых телезрителей. Меня зовут Тагай Алимбаев и я представляю сторону утверждения. О чем мы сегодня будем говорить? О том, что эта палата отдаст приоритет изучению английского языка вместо русского. И какие сегодня тезисы сказала госпожа Кунужбаева. Она сказала, что сейчас не надо менять баланс, что и так английский преподается нормально и то, что нам надо оставить все как есть. Но как мы видим, количество курсов, которые преподают английский язык, очень увеличивается с каждым разом. И это говорит о том, что спрос на английский язык постоянно растет. На него есть спрос и люди его учат. И самое главное, то, что школьное образование должно давать всем одинаковые возможности. А сколько стоят эти курсы? Они стоят тысячи, две тысячи сомов. И не каждый школьник способен пойти на эти курсы. И, соответственно, мы как государство, мы должны обеспечить нормальное знание этого английского языка. Мы должны дать всем равные возможности изучить в школе этот самый английский язык. Чтобы каждый школьник, даже с любого села в Крымстане мог изучить английский язык в школе и поступить в любой лучший вуз в мире. Далее, говорится то, что госпожа Хунушбаева говорит, что сейчас есть китайский язык, арабский язык, и на нем говорит очень много людей. И невозможно это мотивировать тем, что мы должны его изучать. Но в данном случае мы видим то, что английский язык является международным стандартом, бизнес-стандартом, который должны учить любые компании. Пусть они функционируют в России, пусть они функционируют в Китае хоть где, они должны изучать английский язык. Потому что это стандарт, который все приняли и, соответственно, все его используют. Далее, говорилось то, что от мигрантов с России приходит очень много денег. И, соответственно, они являются одним из бюджета формирующих отраслей. Но если мы посмотрим так, то когда мы дадим возможность людям изучать английский язык, то мы откроем еще больше стран, в которые они смогут ехать для того, чтобы получать заработки. Если мы рассмотрим эти страны, то в этих странах мы сможем зарабатывать, наши мигранты смогут зарабатывать намного больше денег, в отличие от России, Казахстана и так далее. Ведь англоязычные страны, они имеют намного больше ВВП и, соответственно, больше экономических возможностей для наших мигрантов. И мы будем открывать для наших мигрантов новые двери, новые возможности и новые поступления в наш бюджет. Далее. Говорилось то, что качество языка российского упадет, и, соответственно, у нас будут какие-то политические передряги с Россией, и также у нас упадет бизнес-климат. Но, как мы знаем, по сути, российские интересы наши связаны именно с политическими мотивами России. И Россия всегда инвестирует в наши крупные инфраструктурные объекты. И это не относится к малому и среднему бизнесу. Но когда мы говорим про английский язык, то наши инвесторы смогут выйти на рынок малого и среднего бизнеса. Где они смогут уже свои идеи, инвестиционные идеи рассказывать другим инвесторам. Как мы знаем, в России у самой проблемы с малым и средним бизнесом. Если мы будем на нее опираться, то мы не сможем развить нашу отрасль, как малый и средний бизнес. А наши политические отношения с Россией не испортятся из-за того, что мы изучаем какой-то язык или не изучаем. Россия сама и ее многие компании, как Газпром, вводят новый стандарт изучения английского языка. К примеру, у них многие гендиректоры сейчас знают английский язык и, соответственно, его изучают. И это говорит о том, что Россия тоже приняла международный стандарт, бизнес-стандарт. И они идут дальше. И, соответственно, мы тоже должны идти по этому пути. В России говорилось то, что инвесторам неинтересны вообще наши возможности. И, соответственно, им неинтересно, знаем ли мы язык или нет. Но если так посмотреть, то для инвестора очень важно, как мы можем показать свою идею. Если, допустим, существует два проекта, бизнес-проекта, и один из тех, кто представляет проект, не знает язык, то, соответственно, приоритет инвестора всегда упадет на того, кто сможет объяснить свою идею и полностью ее преподать. И, соответственно, все блага изучения английского языка приведут к тому, что наш бизнес-сектор будет развиваться, наша экономика будет развиваться, и от наших мигрантов будет приходить больше денег. И, соответственно, это приведет к развитию нашей страны. Спасибо большое. Для произведения своей конструктивной речи приглашается член оппозиции. Ваше время 4 минуты. Вопросы на первой и последней минуте. Вы можете приветствовать. Честно говоря, у меня такое чувство, что господа из правительства у нас живут в каком-то фэнтезийном мире, который они сами себе создали, и который абсолютно не учитывают реалии сегодняшнего дня. А реалии сегодняшнего дня четко заявила мой уважаемый коллега, господа Кунушбаева. Она сказала, что вот на сегодняшний день наше геополитическое положение таково, что наши торговые взаимоотношения происходят с Россией и со странами СНГ. Нам необходим русский инструмент как инструмент зарабатывания денег, как инструмент обмена информацией. Именно на русском языке на сегодняшний день у нас происходит этот обмен информацией. Я также хочу обратить ваше внимание, уважаемые судьи, то, что команда правительства никак не учитывает формулировку сегодняшней резолюции. Английский язык будет преподаваться в ущерб взамен русскому языку. То есть априори мы видим такую ситуацию по статусу КВО, что выпускник, заканчивающий школу, он знает язык, русский язык хуже, но, соответственно, он знает английский язык лучше. Вот этой ситуации мы не должны допускать. Вот на протяжении всей речи господина Лебаева мы слышали ложь. Вот ложь это то, что сейчас в нас не вкладываются инвестиции, потому что мы не говорим на английском языке. Но это бред, господа, это бред, потому что инвестиции в нас складываются, и инвесторам нужен рынок сбыта. Рынок сбыта находится, соответственно, специалисты у них тоже находятся у себя в стране, возможно, если они у нас не могут найти. Инвестиции вкладываются, дороги строятся, заводы строятся без проблем. Что касается малого бизнеса, но, господа, где вы видели там комок или магазин, который основала российская компания или американская компания? Вот малым бизнесом должно заниматься наше государство. Давайте про это вообще не будем говорить. Далее, по поводу того, что государство никаким образом не увеличивает количество часов английского языка, вот у нас нет возможности его выучить. Господа, у нас полно возможностей, и этот ваш ученик из села, он может выучить английский язык. Если, вот давайте представим ситуацию, если все вдруг граждане Кыргызстана начнут говорить на английском языке, вот английский язык, он не рождает мотивацию поступления. Мотивация, она первичнее. Вот если у человека есть мотивация, если у человека есть мотивация, то он заработает деньги или пойдет там на час посидеть в интернете за 20 сомов, откроет какой-нибудь сайт и по вебинару будет изучать этот английский язык. То есть, если мотивация есть, без проблем, вы сможете поступить и в Гарвард, и в Оксфорд, и куда хотите. Ваши сотни университетов мира ждет вас, господа. Вы поступили уже в АУЦА? Без проблем, значит, вы смогли выучить английский язык. У всех есть возможности для изучения английского языка. Полно курсов. Вы знаете, мотивация есть у огромного количества людей, которые хотели бы поступить в АУЦА. Но, к сожалению, туда поступают лишь единицы. Почему? Потому что у них есть возможность оплатить курсы, куда они ходят, потому что у них есть деньги. А люди, которые живут в селе, они не могут ходить на эти курсы, изучать английский язык так, как изучаем его мы, к примеру. Господа, я знаю огромное количество студентов университета АУЦА, которые родились в селе. То есть, если этот ваш человек из села не может поступить в АУЦА, значит, у него недостаточно мотивация. Вот и все. Потому что, да сколько примеров мы можем вспомнить беднейших людей, которые добились огромного успеха. Поэтому давайте, вот эту тему, я надеюсь, будет закрыта уже на анализе госпожей Кунашбаева, естественно, на нашу сторону. Итак, и по поводу мигрантов. Вот сегодняшняя ситуация такова, что наш бюджет формируется за счет мигрантов. Мы видим, что Россия все больше и больше предъявляет претензии о том, что наши мигранты знают русский язык все хуже и хуже. Вот давайте, наоборот, увеличивать количество русского языка, чтобы наши мигранты занимали более высокие позиции. Потому что на сегодняшний день государство не в состоянии предоставить тот рабочий рынок, в котором мы нуждаемся. Давайте сделаем так, чтобы они знали русский язык и чтобы они могли занимать более высокую позицию. И чтобы, соответственно, к нам могли вливаться большие деньги, и чтобы к нам поступали деньги со стороны России все больше и больше. Поэтому, если вдруг у нас по какому-то волшебству все начнут говорить на английском языке, мы все равно будем ездить в Россию. Потому что, ну, вот таково наше геопатическое положение, такова наша история, господа. Поэтому, тем не менее, мы призываем вас, господа, учите английский язык, потому что возможности у нас есть. Но главное, чтобы это не происходило ущерб русскому языку. Спасибо. А теперь настало время для вопросов от свободных парламентариев, зрителей нашей телестудии. Я напоминаю, что человек, который задаст лучший вопрос по итогам сегодняшней передачи, в следующую передачу будет приглашен судьей. Здравствуйте. Вопрос в палате правительства. Как было вам ранее упомянуло насчет школьников и села? Вы считаете, что, чтобы поступить в Аутсан, нужно знать только английский, а математика, нематематика нам не нужна, скажем так? В данном случае английский является инструментом, который даст возможность вам показывать свои знания. Если они у вас есть, вы воспользуетесь инструментом английским языком, как инструментом передачи информации, который у вас есть. И, соответственно, вы сможете поступить в любой вуз, который представлен в мире. Благодарю вас за ответ. Вопрос господину Уточкину. Вы не считаете, что если у нас будет превалирующим языком все-таки английский, нам, как студентам, будет легче поступить в те же самые университеты Лиги Плюща, Гарвард, Стэнфорд и так далее? Если у вас есть мотивация, госпожа Борунбаева, вы поступите и в Гарвард, и Стэнфорд, как уже поступают граждане Кыргызской Республики. Их полно. Вот если у вас есть способности, то вы можете приобрести этот инструмент. Вот и все. Главное — мотивация. Мотивация первичнее. Вот что мы пытались вам объяснить на протяжении двух речей. Спасибо. Меня зовут Мирия, молодца. Я хотела задать вопрос о позиции. Ну, господин Уточкину. В общем, как вы думаете, вы сказали, что если наши мигранты будут знать русский язык намного лучше, то у них, кто в России, допустим, будут позиции намного выше. А что вы считаете насчет дискриминации? То есть они, насколько я знаю, не допускают, чтобы не русские получали должности выше, чем такие, какие они сейчас имеют. Я вообще не понимаю, причем здесь этот вопрос вообще не относится к сегодняшней теме. Я, безусловно, глубоко недоволен ситуацией, которая творится с нашими мигрантами, но я говорил о другом. Я говорил о том, что необходим русский язык, чтобы они больше зарабатывали денег. Вот и все. Конечно, это плохо то, что иногда их там обижают, гонят и так далее. Но мы сейчас не обсуждаем эту проблему. Но это же, как бы вы говорили про реалии, правильно? Но это и есть реальность наша. Реальность такова, что нигде больше наши люди не могут заработать деньги. Они едут в Россию, в Казахстан, и там они работают на русском языке. Вот таковы реалии. Спасибо большое. Вопрос опять же вам, господин Уточкин. Вы ранее упоминали, если бы вдруг чудом весь Кыргызстан знает английский язык, вы сказали, что он по-любому поедет в Россию. Я не знаю, почему. Думаю, множество из этих зрителей, если бы они знали английский язык, то они поехали бы в Штаты, в Дубай, в Европу и куда. Все мои знакомые, которые знают английский язык, они в Штатах, в Дубаях, в Европе. Никого в России нет. Потому что у них мотивация есть и способности есть. Потому что у них есть английский язык. Никто вас не ждет в Штатах и в Дубаях. Никто вас не ждет, понимаете? У них есть свои мексиканцы, у них есть свои арабы, которые занимают эту нишу. Вот и все. Вы говорите, что после того, как сразу мы делаем английский язык, то есть мы увеличиваем часы английского языка в ущерб русскому языку, то каким-то образом автоматически у нас увеличивается количество учителей, которые причем должны быть очень квалифицированы, увеличивается знание, население, знание учащихся в английском языке. Давайте возьмем нынешнюю ситуацию. Русский язык есть практически во всех школах, да. Но кто обучается русскому языку и кто действительно, можно сказать, понимает русский язык и далее становится очень хорошим образованным человеком? Тот, кто имеет мотивацию, тот, кто тянется, тот, кто действительно, у кого есть желание. А когда есть желание, то есть все. И каким образом вы собираетесь увеличить количество поступающих в вузы, там, я не знаю, в Гарвард, топ-100 университетов? Можете объяснить вашу связь, пожалуйста? Да. Вот начнем, да, с английского языка у вас. Вопрос как на две части разделился, да. Каким образом повысится качество преподавания английского языка? Как мы говорим, мы увеличим количество часов преподавания английского языка. А, соответственно, когда мы увеличиваем количество часов преподавания, то увеличивается зарплата учителей на английского языка. А как мы знаем, очень много квалифицированных и очень профессиональных учителей перешло на всякие курсы преподавания английского языка. Они стали работать переводчиками и так далее. И если, когда мы увеличим зарплату, эти все профессионалы вернутся в сферу образования. И, соответственно, качество преподавания английского языка увеличится. И вопрос насчет мотивации. В сегодняшней игре очень много говорилось про мотивацию. Мотивация решает все, мотивация и так далее. Но если бы все решала мотивация, то тогда зачем нам вообще система образования? Система образования нужна для того, чтобы дать всем равные возможности. А мотивация это будет дополнительным инструментом для достижения своих целей. А возможности должны быть у всех одинаковые. Вопрос к господину Лимбаеву. У меня вопрос насчет того, что совсем скоро мы вступим, точнее уже вступаем в таможенный союз. И насколько это, не знаю, если мы перейдем к английскому языку, насколько это отобразится на нашей экономике, вообще на Кыргызстане в целом? Политические связи с Россией и с Казахстаном, они не зависят от языка, который мы изучаем. Они зависят от наших культурных традиций, которые у нас уже на протяжении 70 лет развивались. И, соответственно, Россия сама переходит к стандартам изучения английского языка. В том же Газпроме и в тех же корпорациях, которые в России появились. То есть мы просто не говорим, что мы будем ухудшать наши политические отношения. Мы просто переходим к новому стандарту, который предъявляет рынок образования и трудовой рынок. Вопрос в том, что как Россия к этому отнесется? Как другие страны, русскоговорящие страны отнесутся к тому, что мы перейдем на английский язык? Ну, Казахстан, допустим, тоже увеличил количество часов преподавания английского языка. Отношения с Россией не испортились. Не знаю, как это пройдет с Крымстаном, но если Казахстан это сделал, почему бы и нам это не сделать? Спасибо зрителям за предоставленный вопрос. Спасибо за вопросы. Настало время аналитических речей. Для произнесения своей аналитической речи приглашаются лидеры оппозиции. Ваше время три минуты. Вопросы и новые аргументы запрещены. Дамы и господа, перед началом своего анализа я хочу напомнить, что мы не выступаем против английского языка. Если бы Палата правительства говорила о том, что мы просто увеличиваем часы, мы бы ничего в ответ не сказали, потому что да, круто, молодцы, изучайте английский язык. Ребят, дело не в этом. На самом деле самая большая проблема и то, о чем мы сегодня должны были говорить, это нужно ли в ущерб русскому языку преподавать английский. Опять-таки хочу напомнить вам, что нет. Почему? Опять-таки историческими предпосылками сложилось так, что мы живем в русскоговорящем регионе, где официальный язык, русский язык. Где это язык коммуникаций межличностных, это язык коммуникаций региональных. И в данном случае, когда экономические процессы с нашими соседями проходят на русском языке, мы вынуждены знать этот язык. У нас есть чаша весов. Это официальный язык, это русский язык, который перевешивает. И английский язык, который мы изучаем, потому что это мировая тенденция. Вот смотрите, когда вот эта чаша весов, она внизу, русский язык, это логично, потому что у нас такие предпосылки, нам это надо. Потому что основные коммуникационные все процессы проходят на русском языке. Когда же мы пытаемся перевесить одну гирю с русского языка на английский, это не сразу уравнивается. Но смотрите, в данном случае, да, это уравнится, но русский язык мы будем знать хуже. Изначально потому что язык сложнее, потому что язык этот официальный, и мы должны его знать максимально хорошо, потому что мы пишем, что это наш родной язык. И в данном случае, когда мы должны себя проявлять как людей русскоговорящих, мы должны четко осознавать, что та система образования, которая стоит сейчас, и те часы, которые предоставлены русскому языку, они подобраны специально, чтобы человек говорил максимально хорошо и максимально грамотно. То, что предлагает Палата правительства, это погоня за двумя зайцами. Это сохранение русского языка как нашего родного, что он ни в коем случае не ухудшится, и у нас отношения с Россией со всеми ближайшими соседями будут в хорошем состоянии. Но при этом они собираются также отсылать наших мигрантов и в западные страны, и в Америку, и пытаются улучшить английский язык. Опять-таки, вот эта погоня за двумя зайцами, она ухудшит то, что у нас есть на данный момент. Она ухудшит состояние русского языка, которое, к сожалению, и так хромает, к сожалению, и так на него жалуется. И аргументы того, что там в топ-100 входят только английские, англоговорящие университеты. Ну, во-первых, давайте подумаем, что этот топ-100 создавала американская какая-нибудь газета или американский журнал. И, естественно, в топ-100 входят английские университеты. Они не рассматривают русские университеты, потому что это вообще две разные, скажем, категории. Нет. Сейчас мы говорим о том, что сложилась судьба так, что каждый из нас родился на территории русскоговорящей. И мы должны учить русский язык. Правительство создает полную базу, когда человек может выучить часть английского языка и дальше уже идти при наличии мотивации, изучать его дальше и дальше, и усовершенствоваться. Никто вам не запрещает учить английский язык и ехать в Америку. Но мы говорим о том, что не у каждого есть эта мотивация. И создать ее ущемлением русского языка мы не сможем. И вот то, что есть на данный момент, мы не должны менять, потому что ситуация может ухудшиться. Потому что русский язык падет в такой ситуации. Мы выступаем против предложенного законопроекта и считаем, что английский язык не должен преподаваться в ущерб русскому языку. Спасибо большое. Я приглашаю премьер-министра для произнесения своей аналитической речи. Наше время 4 минуты. Вопросы и новые аргументы запрещены. Сегодня в этой игре мы задали один лишь важный вопрос. Стоит ли нам оставаться на том месте, на котором стоит сейчас Кыргызстан, или стоит ли нам двигаться вперед? Команда проектов сегодня говорила о том, что мы должны что-то менять, если у нас не получается то, как есть у нас сейчас. И уважаемые дамы и господа, мы сегодня хотим сделать так, чтобы наша страна в будущем жила лучше. Почему? Потому что мы считаем, что именно изучение английского языка приведет нас в благосостояние. Во-первых, мы сегодня говорили о качестве знаний. Мы говорили о том, что те люди, которые будут знать английский язык, они будут лучше учиться, они будут больше знать. Почему? Потому что статей на английском языке в год выпускается в три раза больше, чем на русском языке. Потому что университетов, которые преподают и дают качественные знания, намного больше, чем русских университетов. Поэтому нашим студентам, нашим школьникам стоит изучать английский язык вместо русского. Мы сегодня также говорили о мотивации. Наша оппозиция сегодня кричала о том, что если у человека нет мотивации, то ему нечего учить этот язык. Но, уважаемые дамы и господа, мотивация есть. Мотивация есть у тех жителей, которые живут в селах, у тех ребят, которые учатся в селах. Но нет возможности, элементарно нет возможности изучать английский язык. И сегодня наше правительство радует за то, чтобы мы дали им эту возможность поступить в Аутсав, Гарвард, Оксфорд, чтобы они учились в лучших университетах мира. Следующий момент, о котором мы говорили, мы говорили о том, что при помощи английского языка мы привлечем новые инвестиции. Мы будем развивать наш бизнес-сектор. Мы говорили о том, что мы разобьем эту стену, которая мешает нам выходить на эти рынки. А также мы говорили, что английский язык является мировым стандартом на данный момент. И знание английского языка работодателям, нашим бизнесменам, оно поможет им найти новых партнеров, привлечь новые инвестиции. Речь сегодня шла также о наших мигрантах. Наша уважаемая оппозиция говорила о том, что вот Россия это наш главный партнер, что все говорят на русском, на русском, пусть едут только в Россию работать. На что мы ответили, уважаемые господа? Если мы дадим людям изучать английский язык, то у них откроется намного больше стран, куда они смогут поехать и зарабатывать намного больше, чем в России. И плюс ко всему этому, также был поднят вопрос о национализме, который творится в России. Опять же, у нас будут лучшие условия у наших мигрантов, которые будут ездить за рубежом и зарабатывать ради нашей экономики. И мы считаем, что сегодня мы должны менять ситуацию, мы не должны ждать, пока кто-то нам будет советовать, мы должны идти в шаг, к примеру, за той же Россией, которая взяла эту тенденцию изучения английского языка, или за тем же Казахстаном. Мы должны идти в шаг к современным тенденциям, мы должны развивать свой Кыргызстан, мы должны улучшать благосостояние нашего населения. Спасибо большое. Спасибо большое, ребят, за игру. Я думаю, что игра была хорошей, потому что были, скажем так, очевидные стороны, за которые выступала та или иная сторона. Тема сама по себе очень актуальная для нашей страны, для Кыргызстана, потому что очень многие студенты на самом деле, да, вот они выезжают за границу, получают образование там. Возможно, они получают не первое образование за границей, а второе, да, магистрские какие-то степени, заканчивают докторантуры за рубежом. Но, тем не менее, очень актуальная тема. И вот один маленький момент мне очень понравился в игре, что у нас вот была такая ситуация, история про одного маленького мальчика, который приехал из села, да, который приехал из села и поступил в университет, учит английский язык. Ну, для меня вот я очень себя, наверное, каким-то образом ассоциирую с этим мальчиком, потому что вот тоже вот учился в сельской школе, получил базовое образование по английскому языку, и потом постепенно-постепенно поступил в университет и учил точно так же английский язык. То есть вопрос мотивации вот здесь мне очень-очень сильно понравился. На самом деле очень многое зависит от собственной мотивации. Хотел бы вот в этом моменте поддержать команду оппозиции. Но, тем не менее, очень, скажем так, сильные аргументы были со стороны правительства, на которые, к сожалению, прямого столкновения вот я не заметил. Это меня очень так расстроило, наверное, чуть-чуть. Спасибо большое. Давайте послушаем других судей. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое за игру, уважаемые спикеры. Я, в отличие от таланта, не согласен с его мнением, потому что я ожидал гораздо большие аргументы с обеих сторон, более объемлемые, я бы сказал. В основном крутились вокруг того, что может ли человек учить английский, хочет ли учить английский и тому подобное. И на самом деле аргумент убивается очень легко мотивацией. То есть если мы посмотрим на нынешний статус-кл, у всех есть возможность учить русский, но не все этого делают, потому что не хватает мотивации, либо времени, либо какие-то другие причины. Но факт в том, что даже осознавая того, что нам нужен русский, мы не учим и русский. И факт того, что мы подменим английский, ничего не изменит. Люди будут продолжать не знать английский. Но плюс они еще вообще не будут знать русский. То есть люди будут только говорить на кыргызском. Потом я ожидал, что сторона оппозиции на самом деле будет развивать сильнейший аргумент. Это про язык межнационального общения. Такая маленькая страна не может проигнорировать всех своих соседей, сказать, таджики, узбеки, казахи, мы с вами не разговариваем, нам нужны западные рынки, на которые нас все равно не пустят, даже если мы выучим язык, потому что у нас ни компетенции, ни денег не хватит. Мы будем учить английский. То есть очень важно понимать, в какой стране ты живешь и на каком языке разговаривают твои соседи. По-моему, это был основной аргумент, на который оппозиция должна была 90% усилий приводить. И, к сожалению, резюмируя, я понял, что нет ни острой необходимости перехода на английский язык вместо русского. Это очень важно. Так же равно, как и нету логической связи в том, чтобы забыть русский и перейти на английский язык. И поэтому в сегодняшней игре я все-таки думаю, что команда оппозиции выиграла. Но она выиграла больше из-за того, что команда правительства немножко неправильные аргументы выбрала. Спасибо. Да, действительно, английский язык нам нужен для будущего. Очень бы хорошо было бы, если бы наши дети, наше поколение разговаривало на английском языке. И международные вузы, Гарвард, столько много было сказано со стороны правительства. Конечно, очень хорошо, перспективно, очень позитивно, что наша молодежь именно движется в эту сторону. Но у нас со стороны есть еще реальность, поскольку у нас есть соседи, как сказал мой коллега. Русский язык является языком коммуникации, поэтому сразу перейти к такому, наверное, невозможно и будет неправильно. Выйдут очень много аспектов, пунктов, которые именно помешают этому. Поэтому, но с другой стороны, конечно, будучи преподавателем, я, наверное, за вас, ребята. Вперед, развивайте и совершенствуйте. Спасибо. Вот и закончился наш дебатный раунд, уважаемые телезрители. Вы услышали все аргументы по нашей теме. И именно вы определяете, какая из сегодняшних двух команд стала победителем. А я напоминаю, что сделать это можно, отправив короткое сообщение команды на номер 3535. Еженедельно дебатеры тренируют свой мозг и ораторские навыки для того, чтобы быть более конкурентоспособными и эффективными в этой жизни. Продолжайте дебатировать. Редактор субтитров А.Семкин